снова город вечерний зажигает огни что-то мне уже надо наверное сменить пластинку вы скучали по людям вы жаловались что на всех моих бродилках нет никого вот вам пожалуйста бродилка где просто не протолкнуться где просто не протолкнуться сегодня мы с вами бродим в сан антонио самом старом старейшем городе техаса это место называется river walk это река которая протекает через город и они ее оформили вот в таком виде это наша местная венеция немножко погодя я опять выбрала самое лучшее время дня немножко погодя все здесь зажжется невероятными огнями рождественскими станет вообще невероятно красиво бродить мы сегодня с вами будем на тему это два самых частых вопроса которые случаются в моей почте как принять решение переезде вот интересно было бы им встретиться этим людям одни такие говорят мой муж выиграл green card или мой муж получил рабочую визу а я не знаю я боюсь или там жена или что-то я не знаю я боюсь как решиться на переезд я не знаю а вторая часть говорит мы играем лотерею мы ищем любые возможности но у нас никак не получается мы никак не можем как бы нам а у нас в своей стране жить невероятно невыносимо и тяжело как бы нам справиться и вот я решила что бродилки в этом прекрасном месте будут посвящены этим двум темам это будет первая часть посвященная тому как принять решение о переезде но вы обязательно смотрите второе видео тоже где я буду рассказывать что я думаю как можно жить так чтобы жить там где вы есть и как-то справиться с тем что у вас не получается никуда переехать смотрите пожалуйста это видео до конца как обычно в конце мы сделаем с вами какое-нибудь ритуальное прикосновение к чему-нибудь вода и люди кто скучал по людям людей здесь очень много людей здесь очень много очень много людей не протолкнуться ну что поехали поговорим в первую очередь я хочу вам напомнить у нас не так давно было видео с психологом и очень большим экспертом по адаптации в эмиграции юли синарёвой и она как раз таки говорила об этом феномене тех кто приехал прицепом для них адаптация дается труднее всего и они же усложняют адаптацию своим половинам своим мужчинам или женщинам потому что если это не было ваше страстное желание и ваше однозначное обдуманное решение то любые трудности любые проблемы которые неминуемо возникнут на вашем пути будут вызывать у вас ничего кроме раздражения злости и стресса и вы будете постоянно в состоянии вот притащил меня сорвал меня с места а теперь вот видите как я мучаюсь и этот синдром жертвы это состояние жертвы будет вас преследовать постоянно что нужно сделать для того чтобы окончательно определиться и принять решение сделайте какую-нибудь простую технику чтобы распределить ваши приоритеты что для вас важнее отношения с этим человеком тогда вы поедете с ним куда угодно хоть в бурунди или для вас важнее контакт с вашей семьей оставаться там где вы есть сохранять ваше положение в обществе ваше положение финансовое возможно она тоже с переездом поменяется если эта вещь для вас важнее то не исключено что вам нужно отказаться от ваших отношений и остаться дома просто разберитесь с вашими приоритетами и поймите что для вас ценнее и важнее второй момент спросите себя что вообще вы знаете о сша очень часто люди переезжают сюда не побывав здесь не разу до этого и это может быть громадным гигантским огромным шоком который ну не облегчит вашу адаптацию не сделает ее приятнее смотрите какие огонечки красота поэтому спросите себя что вы вообще знаете о сша какая у вас есть информация о жизни если это ноль целых ноль десятых то начните конечно же читать начните смотреть блоги начните смотреть фильмы начните читать книги я часто говорю о том что в книгах например того же стивена кинга очень много информации о повседневной жизни в сша я за это его люблю я в свое время именно так изучала американскую жизнь там очень много информации деревья ой какие у нас тут деревья но мы еще к нашему главному дереву дойдем вы пожалуйста не уходите далеко главному нашему дереву мы еще дойдем после того как вы подготовлены информационно вы понимаете куда вы едете что вас ждет посмотрите на это открытыми глазами без розовых очков вот люди на кораблике катаются люди люди помашите мне ручкой помашите ручкой не машут посмотрите что как же новогоднее настроение даже рукой не помашут проклятая корона всех до чего довела а эти машут вот молодцы и и после того как вы собрали информацию и приняли решение что вы так и едете взвесьте все представьте себе какие-то виртуальные весы и взвесьте какие у вас будут финансовые возможности после переезда эмпирическим путем после многочисленных исследований разные блогеры вещающие об америке пришли к выводу что хорошо бы иметь как минимум пять тысяч долларов на члена семьи и это не навсегда это при условии что у вас достаточно быстро в течение трех пяти месяцев появится уже работа или она даже уже есть у того к с кем вы едете можно ехать с меньшими деньгами таких историй полно и люди справляются и переживают и потом живут прекрасно но просто стоит помнить что чем больше у вас препятствий тем труднее вам будет тем тяжелее вам будет даваться адаптация второй важный момент ваш иммиграционный статус кто вы будете когда вы переедете если вы едете с супругом или супругой по рабочей визе скорее всего у вас даже не будет возможности работать да вы будете в стране легально но и только если вы едете по каким-нибудь еще сложным путям то там еще все сложнее поэтому обязательно рассмотрите ваш иммиграционный статус и ваши права и обязанности которые у вас будут после переезда это серьезный тоже фактор для принятия решения еще один важный момент каков ваш уровень владения языком чем лучше вы разговариваете по-английски хотя бы на каком-нибудь совсем базовом уровне спросить то что вам нужно понять что вам ответили чтобы получить требуемое тем будет вам комфортнее если вы все-таки решаете что вы переезжаете тут прямо сейчас вот вот остановите видео идите вы начинайте учить английский язык потому что это практически ну наверное большой большой 90 процентов успешности вашей адаптации в сша следующие несколько пунктов это будут моменты связанные скорее с какими-то вашими эмоциональными делами с вашей связью с социумом с вашими способностями к переменам мне на инстаграме и вы обязательно зайдите прочитайте пройдите этот тест я сделала все эти вопросы в форме такого своеобразного теста но сейчас мы просто крут кратко охарактеризуем факторы которые могут усложнить вашу адаптацию если вы очень ригидный ригидность это свойство психики не принимать никакие перемены не принимать никакие формы жизни существования кроме той в которой существуете вы это противовес пластичности если для вас все должно быть только так как было когда-то при царе горохе в вашем окружении вашей семье то вам тяжело будет в америке вы не можете себе даже представить вот сейчас видите я пытаюсь показывать вам людей вокруг чтобы вы составили себе впечатление о том насколько разнообразно население в сша и они не живут какими-то и за изолированными группами до существует china town japan town русский район итальянский район но в повседневной жизни эти все люди постоянно пересекаются и особенно если у вас дети то в детском саду или в школе это вообще будет такая каша где эти дети будут постоянно вот сталкиваться с совершенно другим стилем жизни и привычками поэтому если у вас сложности с принятием других людей с тем как они живут то скорее всего вам саша будет очень трудно еще один важный момент это семейные связи если ваша семья это то что для вас прямо вот вы молитесь на это это то что вас определяет если вы себя характеризуете тем что вы какая вы хорошая мать какая вы хорошая дочь какая вы хорошая сестра тетя и все остальное то вы сами понимаете переезд в сша очень сильно изменит вашу самоидентификацию что я имею ввиду ну вы перестанете быть хорошей дочерью хорошей сестрой хорошей тетей и может быть даже хорошей матерью если допустим ваши дети уже взрослые вы уедете от них далеко вы перестанете иметь возможность кормить их пирогами каждую неделю нянчится с внуками но поставьте сюда нужное то что характеризует вас как хорошего того это будет для тех для кого это критично и принципиально кто определяет себя своими семейными связями вы потеряете свою самоидентификацию и окажетесь вакууме это большой стресс это большой трындец про это следует помнить ну и наконец в целом если вы знаете себя как человека которому перемены даются трудно которая от них страдает мучается мы представьте себе допустим у вас был три года телефон один и тот же телефон а потом вы его поменяли на другой и вот вы со скрипом вы злитесь вы ругаетесь даже новые фишки за три года технологии шагнули достаточно далеко но даже новые фишки вы воспринимаете со злостью и отвергаете их просто потому что это непривычно потому что это другое если это ваша ситуация ваш случай то опять же вам будет невероятно трудно в сша и никакой радости и никакой вообще идеи самой переезда вы не реализуете мы наконец до подходим к самому главному зачем вы собираетесь в сша какая цель один из частых ответов на этот вопрос это больше денег зарплаты в сша выше я уже об этом много раз говорил и повторю сейчас еще раз при более высоких зарплатах здесь в сша и насходы гораздо выше причем иногда в разы и иногда это просто приводит в шок и в ступор это опять к первому пункту обязательно собирайте информацию если вы знаете о сша мало смотрите блоги смотрите мой канал я сейчас как раз делаю серию видео которое называется краткий курс успешной эмиграции где мы все эти темы освещаем и и смотрим о чем это все поэтому если ваша главная идея и смысл и цель переезда в сша зарабатывать больше денег большие зарплаты то скорее всего вас это разочарует еще другой ответ я часто слышу до более стабильная комфортная жизнь вот это больше похоже на правду она не случится у вас сразу это сто процентов вы сами это понимаете она случится у вас когда вы освоитесь я немножко адаптируетесь но она обязательно случится если вы едете с открытыми глазами и если понимаете что для этой комфортной жизни вам придется работать вам придется многое что делать и через многое пройти и во многом себя мне не нравится слово поломать скорее проработать над собой поработать и изменить себя если вы к этому готовы то в добрый путь и еще один важный фактор который может вас мотивировать взяться за себя и все-таки собраться переезжать если вы меня спрашиваете как принять решение о переезде это многие люди признают что при всех американских проблемах и сложностях а тут их полно все-таки здесь гораздо больше возможностей и для вас самих в каком бы вы возрасте не переехали а главное для детей тех кто переезжает с маленькими детьми среднего возраста даже с подростками все равно здесь совершенно другие возможности и вы это делаете для будущего для своих детей поэтому рассматривайте все эти позиции о которых я вам сегодня рассказала думайте думайте сами решайте сами ехать или не ехать я надеюсь что вы в этом видео для себя подчеркнули что-то если есть еще вопросы пожалуйста пишите напоминаю что вашу историю можно прислать на e-mail для того чтобы я сделала для вас видео ответ и мы и будет в подписи к этому видео сан антонио просто мекка особенно в период когда начинается праздники сан антонио просто мекка здесь видите просто невероятное скопление народа музыка играет веселуха разговоры это единственное место в городе ривервок где можно употреблять алкоголь публично следующем видео я вам обязательно расскажу про то как я получила свой первый криминал рекорд за то что не разобралась где же можно употреблять алкоголь публично ну а сейчас просто посмотрим по сторонам вот как люди ходят вот как надо ходить мы с вами пришли мы пришли мы пришли и все кто хотел чего-нибудь загадать и пожелать лонни кудри плиз бимой камерамент это дерево еще одно из известных деревьев в техасе ей 150 лет это сайпрус ей или ему и как вы сами понимаете это мною собственно назначенная дерево желание еще одно дерево желание сейчас вообще волшебное время в году можно загадывать все что хотите я за вас вот тут подержусь это дерево пообнимаю вы жаловались что вам не хватает людей здесь людей столько что в общем почти упаду в реку чтобы найти местечко чтобы меня не оккупировала огромное количество людей ну вот пожалуй на сегодня и все я очень надеюсь что это видео было вам полезным тем кто думает о переезде и просто тем кто смотрел это видео и любовался рождественским сан-антонио не забудьте пожалуйста поставить лайк я буду очень благодарна если вы меня оцените поставите мне оценочку за это видео и поможете тем кто спрашивает совета принять решение переезжать им с сша или нет а у меня на сегодня все далеко не уходите впереди еще очень много интересного пока пока а это вот так вот у нас в техасе мы ездим раз два три 4 5 6 7 8 ну и в общем далее по списку 9 10 и так далее